Как у вас, Типографского несколько меньше. Если на съезде возникнут вопросы, касающиеся содержания организации работы нашего парламента, мы всегда можем обсудить и решить их. Депутат Лущиков и ряд других депутатов предложили включить в повестку дня съезда отчеты Конституционной комиссии и Комитета Конституционного надзора СССР. Информации о деятельности комиссии и Комитета также розданы всем депутатам. У вас в папках есть, они розданы. И руководители этих органов готовы ответить на любые вопросы, если они возникнут на съезде. Вот я хочу еще раз подчеркнуть, что предложения по повестке дня подробно обговаривались и согласовывались со всеми республиками, депутатскими группами, всесторонние обсуждались в Верховном Совете СССР. Проект постановления по повестке дня съезда у вас имеется. Какие будут суждения? Пожалуйста. Депутату Малатова. Дорогие товарищи, выходить на эту трибуну с приятным всегда очень приятно. Но за последнее время у нас приятное становится все меньше и меньше. Но мы тем не менее вынуждены говорить правду. Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку дня включить вопрос о вотуме и ненаверии президенту СССР. Уважаемый Анатолий Иванович, я вас очень прошу меня не перебивать. Я буду неприятные вещи говорить, я отдаю себе отчет, но я вас прошу. Руководить дальше страной Михаил Сергеевич не имеет просто морального права. Нельзя требовать человека больше, чем он может. Все, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Развалив страну, столкнув народы, великодержавную страну пустил по миру с протянутой рукой. Не знаю, дорогие товарищи, может быть, вам импонирует это подаяние, но меня это глубоко оскорбляет и унижает. Уважаемый Михаил Сергеевич, народ поверил вам и пошел за вами. Но народ оказался жестоко обманутым. Вы несете за собой разруху, развал, голод, холод, кровь, слезы, гибнут невинные люди. Люди не уверены в завтрашнем дне, и их просто некому защитить. Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многострадальной страны. Любить власть мало, извините меня, но надо уметь ее пользоваться. Во имя народа, на благо, дорогие товарищи, я знаю, что среди тысячи голосов мой голос глухонемой. Он может быть не услышан. Но я знаю и другое, что этот съезд, это последняя вера и надежда народа. Все наши решения повиснут в воздухе, как это было до сих пор, все время. В стране нет хозяина. А нет хозяина, то и выполнять некому. Каких только мы и прав, и полномочий не давали. Их невозможно перечесть. Но результатов нет, да они и не могли быть. Если президент, вместо того, чтобы сказать, что мы должны работать и объединиться, и находить внутри страны все, что нам необходимо, накормить, одеть, обуть, то он выходит на трибуну и рассказывает, кто какие подачки нам дает. Съедим, а потом что? Мы живем по принципу, нам бы день расстоять, до ночи продержаться. Там и наши придут и освободят. Я не знаю, кого мы ждем. Под аплодисментами Запада Михаил Сергеевич забыл, чей он президент. И чувствует, не чувствует абсолютно пульс страны. А авторитет, уважаемый Михаил Сергеевич, должен быть с порога родного дома. На протяжении шести лет люди постепенно отдаляются друг от друга. Страну захлестнула безнравственность, злость, ненависть, преступность. Гибнет страна. Многие здесь, многие здесь думают. Есть еще две минуты. Сохранив. Все ясно. Ничего, ничего. Извините. Заканчивайте. Простите меня, я вношу предложение. Ну вносите. Мне не надо, мне надо. Товарищу Малату, у вас еще две минуты. Хорошо, у меня две минуты и дайте мне говорить, пожалуйста. Многие здесь думают. Вы кричите, это ваше право. Я это чувствовала. Сохранив Михаила Сергеевича, себя сохранить. Да, и я бы так хотела. Но это глубокая ошибка. Волна смоет всех. Волна никого не оставляет на своем пути. Ни правых, ни левых. И поэтому, я знаю, что здесь мне не дадут. У великого Державина есть прекрасные слова. Я любил чистосердечие, думал нравиться лишь им. Ум и сердце человечие были гением моим. Поэтому я прошу предложение внести в повестку дня первым пунктом мое предложение. А вот у меня недоверие Михаила Сергеевича. Если не будет принято, я прошу поставить это предложение на поименное голосование. И опубликовать в газетах. Спасибо за внимание. Благодарю вас, пожалуйста. От себя она вносит. Он сказал. Пожалуйста, назовите. Благодарь Днененко, 159. Я считаю просто предосудительным даже намеком на какое бы то ни было инспирирование мной выступление против президента. Я считаю, что это действительно, я просил бы съезд, чтобы это было передано в комиссию по этике. Я прошу вас. Надо давать товарищу Полторанину слово. Умалатовой. Обождите, я дам Умалатовой. Слово имеет депутат Умалатова. Уважаемые товарищи депутаты, я в недавних времен очень жалела, что я не родилась мужчиной. Я честно говорю, я очень этого хотела. Но за последнее время я благодарю Бога, что я не родилась мужчиной. Потому что позора этого я бы, наверное, не пережила бы. Это во-первых. Во-вторых, да. Не многие задают вопрос. Задают иностранные журналисты. Задают наши. Кто вас толкнул на это? Моя совесть. Совесть моя гражданская. Никто. Если бы даже мне группа какая-то, какая бы она ни была, в составе 100% сказали бы, вот мы тебе поручаем. Иди выступи. Я бы этого не сделала. Почему? Потому что через минуту у кого-то могло бы измениться мнение. Кто-то бы отсутствовал бы. И представьте себе, я бы вышла, сделала бы это заявление, и кто-то пришел и сказал, нет, это не мы. В каком бы виде я выглядела, я бы этого никогда бы не допустила. Почему сегодня думают люди, что депутаты не имеют свое мнение? Что женщина не имеет свое мнение? Что человек не имеет свое мнение? Это что за рабская психология, концов и концов? Когда мы от нее избавимся? Мне стыдно. Я говорю раз и навсегда. Конечно, я прошу прощения. У меня иногда появляется эта эмоциональность. Я не могу от нее избавиться. Это самое. Я заявляю. Никогда в жизни не высказывала чужие мнения. Не имела такой привычки. И благодарю Бога, что у меня нет такой привычки. И нет рабской психологии. Не дал мне ее Бог, что мне делать. Я не высказывала. Да. Была я у Анатолия Ивановича вместе с депутатами. Анатолий Иванович говорил, что надо сохранить президента. Надо, надо. Но всех, кто нас собирал, я ни от кого не слышала. Товарищи, страна в опасности. Надо защитить страну и народ. Меня это обидело. И я высказала свое мнение. И тех людей, которые смотрят с надеждой на нас. Вот что. И Полторанин, да, вы можете делать любые заявления. Но, значит, раз вы делаете такие заявления, и те, которые задают такие вопросы, значит, у них нет своего мнения. И никогда не было. И обладают рабской именно психологией. Я жалею этих людей. Если вы не попросите два слова. Два слова, пожалуйста. Минуту против, товарищ Полторанин. Одну минуту. Одну минуту. Товарищи. Одну минуту. Одну минуту, товарищи. Я бы хотел сказать два слова по поводу этой записки. Ведь дело в том, что поскольку записка зачитана, то я просто имею право и сказать по этому поводу. Добро, добро. Субтитры сделал DimaTorzok